Мир, любовь и благодать всем любящим Господа. У верующих людей есть замечательная традиция. Наличие традиций это не всегда плохо. По традиции быть в церкви это тоже очень хорошо, но еще более прекрасней, если мы действительно хотим этого, если сердце наше жаждет, если мы ждем встречи с Господом, если мы готовы, хотим и расположены, чтобы слышать голос Божий, чтобы чему-то научиться. Писание говорит о том, что последователи Иисуса Христа назывались учениками. И это слово, оно неспроста употребляется, потому что мы продолжаем, дорогие, с вами учиться. Церковь это школа, куда мы можем прийти, где мы можем научиться всему тому, чему Бог хочет нас научить. Вне зависимости от того, в каком возрасте мы сегодня находимся, мы можем очень многое знать, иметь богатый жизненный опыт, но нам по-прежнему всем есть чему поучиться. Потому что нет пределу совершенства, нет пределу духовному, нравственному, моральному росту, нам нужно дальше продолжать усовершаться в славный образ Иисуса Христа. Эта цель христианина уподобится нашему Господу Иисусу Христу, хотеть быть таким, как Он, стремиться к этому, иметь эти высокие нравственные ценности, о которых говорит нам Писание. Сегодня я хочу говорить о честности. Честность это очень большая редкость, роскошь в наше время, которая очень редко встречается, поскольку, как правило, искажается, извращенно преподносится, культивируется ложью. Ложь всегда идет позади, желая превратно в неверном свете извратить истину. Это то, что делает ложь, извращает истину, преподносит ее в совершенно ином свете. Мир питается маленьким количеством истины и большим количеством лжи. К сожалению, именно так устроен этот мир, что ложь воспринимается легче, проще, ложь воспринимается молниеносно, быстро, имеет очень сильный эффект. И в этом коварном мире греха и лжи мы приходим к выводу, что вообще как таковой правды вообще нет. Если я вас спрошу, кто из вас верит новостям, я не удивлюсь, если не замечу руки. Потому что мы понимаем, что правда в современном мире преподносится с точки зрения выгоды тех или иных государственных, правительственных кругов. Правда преподносится такой, какой ее хотят видеть. И она далеко не всегда отражает действительность. К сожалению, мы оказались в ситуации, в которой утрачиваем веру. Утрачиваем веру в то, что слышим. С большой иронией и скептицизмом относимся к каким-то текущим новостям, потому что понимаем, что ну где же это истин? Ну где же это правда? Как ее понять? И когда пытаешься вникнуть и разобраться, в очередной раз понимаешь, что становишься жертвой и заложником опять же очередных новостей, которые кто-то преподносит, но со своей долей понимания, в своей личной интерпретации. И потому что это так происходит, говорить о правде как таковой вообще не приходится. И нам это нужно понимать, что не нужно слишком много акцентировать внимания на политических событиях, происходящих в настоящее время. Люди, которые начинают соотносить себя к тем или иным событиям, политическим партиям, поддерживать те или иные политические структуры, впоследствии заходят в очень тупиковое взаимоотношение. Почему? Потому что нет правды, нет той важной истины, которая могла бы внести настоящий подлинный свет. И начинаются споры, начинаются распри, разногласия, конфликты. На почве отсутствие взаимоуважения, доверия. И это все приводит к тому, что мир лежит во зле. По-настоящему, дорогие мои, мы можем доверять Божественному Слову. Оно является абсолютной истиной и фундаментом для верующего человека. Все остальное, к сожалению, настолько зыбко, настолько запутано, непонятно, необъяснимо, что пытаться принимать те или иные стороны, отстаивать те или иные политические, государственные какие-то амбиции, нет смысла. Божие Слово есть истина. Оно есть правда. Оно несет с собой свет, честность. наше отношение к честности, что мы вообще считаем честностью. Я хочу обратиться к вам. Вот подумайте сейчас, что такое честность. Я был удивлен, и это меня шокировало. Когда я начал вникать в эту тему, я понял, что слово честность фигурирует в Писании достаточно редко. И не знаю почему. Но мест Писания, где слово честность употребляется, вообще очень ограничено. Есть описание о том, чтобы диаконы, служители и их жены были честны. Апостол Павел говорит, что брачное ложе должно быть как бы в чести и должно быть честно. Говорится, что мы должны помышлять о том, что благо, справедливо, достославно, похвально, честно. И по сути, по сути, перечень этих мест Священного Писания, он достаточно небольшой. Но честность играет очень важную фундаментальную роль в нашей жизни. На честных людях строится порядочное, честное, достойное общество. Честность, она создает, формирует хорошее отношение, хорошую государственность. честность играет очень важную роль в жизни общества, семьи, церкви. И когда нарушаются хорошие, доверительные взаимоотношения, что происходит? Происходит то, что люди перестают вообще друг другу верить. а это происходит в силу вот этого морального деградирования, когда ты уже понимаешь, что ты не совсем можешь доверять своему брату, сестре, когда ты боишься быть обманутым. потому что честность, она подразумевает собою твердые идеалы. Очень прочную идейность, потому что быть смелым человеком, это, быть честным человеком, это, это нелегко. Честность, это прежде всего смелость отстаивать правду и и и и и и и истину. Смелость отстаивать правду и истину. Нелегко быть честным человеком. Нравственная трусость ведет ко лжи. Когда ты боишься сказать правду, и ты не готов говорить честно, потому что это тебе не выгодно, потому что это противоречит каким-то твоим финансовым обстоятельствам и когда человек идет на компромисс и не готов говорить честно, не готов поступать честно, это ведет к очень плохим, пагубным, аморальным последствиям. Если человек утрачивает честность, он быстро вовлекается в такое множество дурных поступков, что впоследствии приобретает привычку к бесчестным правилам жизни, вырабатывается привычка впоследствии к бесчестным правилам жизни, и когда идеалы священного писания для тебя просто перестают быть таковыми, когда ты поступаешь и принимаешь решения и мыслишь с точки зрения своей личной выгоды, с точки зрения своего обманутого сознания, потому что когда ложь овладает человеком, она затуманивает его взгляд, ты перестаешь прозрачно отчетливо понимать истину, ложь размывает истину, размывает ее берега и истина как таковая для тебя перестает играть важную роль, Бог честный Бог, в нем нет ни тени перемены, в нем нет лжи и я хочу прочитать это место священного писания, числа 23 глава 19 стих это очень важно понимать, что мы имеем дело с честным Богом, у которого все честно, потому что Он свят и справедлив Бог никогда не идет на компромисс со злом, грехом и с ложью Бог ненавидит ложь, лукавство и лицемерие Бог ненавидит двусмыслие Бог ненавидит двудушие двуличие потому что все это форма фальшивая форма лжи за этим всем стоит фальшивая форма лжи человек который лжет он прежде всего обманывает самого себя потому что он перестает быть самим собой он играет роли как в театре и пытается выглядеть тем кем он по-настоящему не является говорит те вещи которые думает одно а говорит другое что это это лицемерие это двудушие это двусмыслие за которым стоит отец лжи дьявол нам нужно научиться быть самим самими собой это не значит развуздана и вот как-то совершенно открыто просто можно сказать наплевательски относиться ко мнению других просто вот что думаю то говорю нет с определенной мудростью с божественным смирением но нам необходимо быть честными справедливыми порядочными искренними открытыми детьми божиими людьми которым можно было бы доверять на че слово можно было бы положиться кому можно было бы прийти и конфиденциально пообщаться и знать что тебя не предадут не обманут не солгут не променяют к сожалению но это то что мы достаточно часто видим в церкви когда есть нечестные отношения когда присутствуют какие-то распри какие-то двусмыслия когда нету искренности когда писание говорит что вы говорите мне что вы меня любите а в жизни вашей поступаете совершенно иначе что вы клянетесь мне своей верностью когда вы предаете меня ежедневно что вы говорите одно а потом делами своими поступками подтверждаете совершенно другое вот в этом вот сложность это это действительно проблематично числа 23 глава 19 стих бог не человек чтобы ему лгать и не сын человеческий чтобы ему изменяться он ли скажет и не сделает будет говорить и не исполнит бог не человек чтобы ему лгать как бы мы не старались чтобы мы не говорили о себе но во всех нас присутствует доля лжи временами мы и не хотим но замечаем что в процессе беседы разговора мы где-то прибавили добавили придали собственную интерпретацию преподнесли не совсем в том свете добавили своего личного толку и впоследствии получилась такая хорошая приправа лжи и мы якобы и не хотели так само собой получается воспитывая детей я понял что лжи не нужно учить вот эта греховная природа она уже получает в достатке большую дозу лжи и ребенок маленький начиная с момента как он только начинает говорить он уже начинает учиться лжи и чем больше он растет тем искусней становится эта ложь и тем сложнее становится ее распознать что важно для нас для родителей утверждать правильные стандарты и идеалы если дети увидят вас что вы врете друг другу обманываете свою жену мужа обманываете близких они научатся этому гораздо лучше от вас и превзойдут вас в этой лжи ложь она аккумулируется она чем больше ее в нашей жизни тем худшими и более пагубными становятся последствия и что характерно что когда ложь приходит вот человек думает сказать не сказать так вот хорошо вроде бы так выгодно сейчас солгать разок ничего тут такого страшного солгал поймите что каждый поступок носит очень важный характер за каждым нашим поступком есть далеко идущие последствия и когда мы позволяем себе лгать наш внутренний духовный иммунитет понижается мера нашей дозволенности возрастает это значит что если ты себе позволил вчера соврать своему ближнему на работе сделал раз скажем ты должен был на работе быть восемь ты пришел в девять тебя спросили ты во сколько пришел ну так я вовремя пришел просто из-за того что тебя никто не видел ты позволил себе соврать ну казалось бы большое ли дело ну потом как бы в отношениях с женой ты понимаешь что тебе что-то захотелось купить непонятно что совершенно неоправданное ты его купил а потратил деньги жена спрашивает милый куда же денюжки ушли и ты понимаешь что признаться в том что твои денюжки ушли по существу у тебя нет чего сказать и ты начинаешь придумывать ты придумал очередную ложь а впоследствии ты уже так увлекаешься этим что понимаешь да вообще тут о чем речь что хочу то и говорю в этом и есть моя свобода придумал обманул подумаешь что здесь такого чем больше я общаюсь с молодыми людьми тем больше я понимаю что у них вообще сейчас все свелось к тому что открыто друг другу могут врать и при этом ну так я же так и знал ничего удивительного нету ты меня обманул я обманул тебя каждый поступает в сфере личной какой-то взаимовыгоды и мир этот греховный мир он уже подразумевает что люди друг друга обманывают и это становится частью закономерной частью сегодняшней реальности мы мы перестаем друг другу верить и говорят так чего же ты мне брат не веришь а задаешься вопросом если тебя обманули раз обманули два а как тебе верить наличие доверия говорит о репутации он говорит девушка легкого поведения раз два в жизни случилось и вот этот статус он идет за человеком его очень сложно вернуть если если мы врем наш статус идет за нами не нужно потом удивляться что почему мне не доверяют почему со мной не хотят иметь дело или почему мне деньги не позычают это потому что если ты нечестный неискренний человек если ты позволяешь себе врать естественно доверия к тебе не будет доверие должно быть между братьями и сестрами это составная черта церкви божией к сожалению дьявол сумел внести большой раскол и нанести огромный ущерб для церкви отнявший вот эти братские настоящие искренние дружеские отношения когда мы можем по-настоящему друг другу доверять давайте будем справедливы насколько мы честны порядочны пунктуальны насколько можно доверять нашему слову верующий человек это должен быть человек слова у которого да-да и нет-нет если вы сказали значит вам необходимо это сделать если вы пообещали значит вы обязаны исполнить то что вы сказали даже если возможно впоследствии вы подумали что ну как же я мог так обещать но это же совершенно не совпадает с моими планами я не рассчитывал на такой на такой ход событий я буду с вами честен в моей жизни были подобные обстоятельства когда я обещал когда все было очень красиво гладко и все было финансово все было очень хорошо и на фоне этих хороших благоприятствующих обстоятельств я обещал какие-то вещи знакомым мне людям близким людям и потом приходит такой финансовый крахт приходит такой удар и я начинаю задумываться как же мне быть я же обещал а теперь как бы мне сложно выполнить свои обязательства и я благодарен Богу что это место священного писания оно послужило мне опорой лучше не обещать нежели обещать и не исполнить и я подумал я должен остаться честным самим собой если мы хотим чтобы нас уважали люди нужно чтобы мы прежде всего научились уважать самих себя и я выполнил данное обязательство для того чтобы поступить справедливо и подчиниться Божьему Слову Бог не человек Он все что говорит все делает и писание говорит будьте совершенны как совершен отец наш небесный мы должны стремиться к этому к этому совершенству стремиться к тому чтобы чтобы жить честно чисто справедливо и свято перед нашим Господом насколько это легко я могу вам сказать что эта задача не очень легкая быть честным человеком поскольку вы делаете вызов нынешней философии этого мира в мире уже так не принято совершенно другие принципы работают устои но это не относится к нам мы не от мира сего для нас предписано совершенно иное честность это основа успеха основа стабильности основа крепкой семьи сильной церкви сильной страны сильной государственности честность хочется ли нам иметь дело с нечестными двуликими лицемерными людьми нет мы избегаем каких-либо личных деловых отношений с такими людьми потому что мы боимся быть обманутыми а нам детям божьим нужно нужно быть в совершенно другой роли когда мы могли бы друг другу доверять искренне сочувствием состраданием носить бремена друг друга поддерживать и благословлять друг друга созидать а не разрушать ложь разрушает уничтожает несет собой пагубу и крах честность праведность и справедливость созидает и устрояет дом божий созидает и устрояет церковь созидает и устрояет семью и любые отношения люди всегда тянутся к тем кто честен кто справедлив кому можно довериться заметьте что когда приходят проблемы переживания постигают трудности никто не бежит с открытым сердцем к лгунам к людям с каким-то превратным личным мнением мы все хотим совета сочувства понимания от честного порядочного любящего Бога человека Исаия 32 глава с 1 стиха вот царь будет царствовать по правде и князья будут править по закону царь будет царствовать по правде это значит честно и князья будут поступать по закону по закону Божьему Писание говорит что мы с вами цари и священники нам нужно править в нашей семье править честно справедливо по закону Божию стоять на основе на фундаменте святого Божьего слова который является правдой и истиной и в этой истине нужно совершать свое правление божьего каждый из них будет как защита от ветра и покров от непогоды как источники вод в степи как тень от высокой скалы в земле жаждущей и каждый из них будет как защита от ветра как важно чтобы в нашей семье в нашем доме в нашей церкви мы были теми людьми которые стали бы защитой от ветра стали бы опорой и поддержкой для тех кому нужен наш совет кому нужно наше наше плечо кому мы можем оказать покров от непогоды чтобы мы были как источники вод в степи благословенными нам друзья достаточно нам быть проблемными христианами нам нужно быть благословенными помазанными ревностными христианами есть два рода христиан проблемные и благословенные и помазанные апостол Павел говорит что судя по времени вы уже должны быть в совершенно другой роли гораздо выше чем ту где вы есть сегодня чтобы чтобы вы дальше могли продолжать мое дело чтобы вы несли мир благословения и справедливость чтобы вы сеяли любовь насаждали истину и это все будет созидать церковь Божию будет являться устройством из чрева потекут реки воды живой как же это здорово когда благодать Божия наполняет когда ты имеешь внутри откровение божественного слова и из чрева начинают проистекать реки воды живой и в этом слове кто-то может получать исцеление кто-то может получать оврачевание для своей больной изможденной души нам достаточно сидеть на месте нам достаточно прозябать нам достаточно ждать чтобы кто-то знаете нас постоянно обогревал нас постоянно опекал и мы ждем внимания со стороны пришло время когда нам нужно оказать это внимание когда в нашем доме в нашей семье нам нужно начать править быть теми людьми кто могли бы нести благословение могли нести бы основы фундаментальные основы Божьего слова насаждая истину правду честность и справедливость писание говорит о том что Бог правит справедливо в его сути правда и истина являются всем мы доверяем Богу потому что Бог ни разу не скомпрометировал свое слово потому что то что он говорит то Бог то Бог делает когда Бог спас нас сегодня наша ответственность пойти и спасти кого-то когда Бог исцелил твое сердце исцелил твое тело пришло время для нас пойти и помолиться за тех кому нужно исцеление там где нет справедливости нужно прийти и восстановить эту справедливость потому что Бог желает чтобы князья правили справедливо правили честно чтобы Божий закон для нас стал основой мы говорим о честности честность подразумевает в себе такие нравственные понятия как откровенность порядочность правдивость искренность это то что в себе содержит честность честность это это не лгать не уже свидетельствовать не совращать истину а преподносить ее такой какая она есть честность она открывает глаза она бросает вызов тьме и высвобождает свет и очи видящих не будут закрываемы и уши слышащих будут внимать честность открывает наше сознание там где есть свет там нет тьмы свет есть отсутствие тьмы Божия истина Божия правда когда приходит в нашу жизнь она нас озаряет она нас реформирует и дает нам совершенно новое понимание приходит свет потому что свет это есть истина а истина это есть честность какая большая взаимосвязь в этих понятиях Бог есть истина а за истиной стоит честность никогда нельзя позволять кому-либо закрывать глаза на правду Божию правда Божия она такая какая есть ее нельзя обрезать как-то понимаете перекосить она такая какая есть мы читаем писание и написано что лжецов же клеветников участь в озере огненном если кто-то думает спасаться будучи лжецом я вынужден вас разочаровать навряд ли получится и это не я придумал слово Божие радикально звучит и нужно исторгать ложь из нашей жизни никакой неправды никакой лжи никакого лукавства никакого лицемерия не должно быть найдено в нас это то что было найдено в сатане именно поэтому бог и низвергнул его чистые прекрасные обузданные честные мысли и поступки должны быть найдены в нас правда это есть истина а истина она освобождает кого бог освободит кого сын освободит тот истина свободен будет но как это практически происходит слово Божие которое несет собой свет озаряет ваше сознание приходит понимание греховности и вы в раскаянии приходите к Богу и эти греховные узы рушатся потому что истина расторгает греховное бремя истина ложит конец греху и апостол Павел говорит так как раньше вы были послушны различным греховным проявлением были в рабстве греха то теперь вы уже новая тварь вы новое творение во кресте иисусе плод ваш спущай будет теперь уже что святость потому что конец этого плода есть жизнь вечная каким-то образом честность не записана как плод святого духа но я абсолютно убежден что он что честность является таковой если нет честности могу вам сказать одну вещь вы неверный человек честность это быть верным отсутствие честности это неверность по отношению к ближнему неверность по отношению к государству неверность по отношению к Богу и что за этим стоит чего можно ждать ложь она будет прогрессировать она будет аккумулировать Она будет его видоизменять, усложнять и будет настолько усложнять, что человек, который позволяет себе продолжительное время врать, он заходит в такой тупик, что в конечном итоге он уже сам не знает, где правда, где ложь. Так человек заврался, говорят, что уже сам не в состоянии разобраться, потому что лжи стало настолько много, что ложь практически поглотила с собой все. Если человек утрачивает честность, он быстро вовлекается в такое множество дурных поступков, что впоследствии вырабатывает привычку к бесчестным правилам жизни. Вырабатывается привычка, когда ты просто привыкаешь так поступать и потом ты уже хочешь, а уже видишь, что у тебя не получается. Что такое привычка? Вот говорят, привычка курить. Человек не хочет курить, а ему уже рука лезет в карман и уже ему сигарету. И он говорит, я даже, я сам не знаю, как это получается. Ну вот надо, уже привычка выработалась такая. У кого-то привычка ругаться. И он говорит, вот каждых три слова и у него проявление русского всеобъятного языка. И человек хочет где-то сдержаться, но потому что его речь уже настолько захламлена вот этим вот злоречием, он не совсем себя контролирует. А потом есть такое высказывание. Да чего вы хотите? Я же так не хочу. Ну так получается. Разве я тут особо виноват? Дорогие мои, не нужно придумывать, разве я тут виноват? Ну вот временами складывается, знаете, мы взяли хороший прекрасный поднос. Держим, бросили. О, так разве я тут виноват? Ну так получилось. Мы виноваты. Если мы держали, если мы позволили, чтобы это упало, естественно мы. Давайте брать ответственность за наши поступки. То, что у нас какие-то плохие привычки, то, что может быть мы даже привыкли врать, это нас не оправдывает. Нам нужно будет ответить перед Господом. За каждую ложь, за каждое слово. И кто? Написано крал? Впредь не кради. Кто лгал? Давайте поставим эту же фразу. Впредь не лги. Все. Древнее прошло, теперь все новое. Если мы дальше продолжаем жить по принципам, греховным принципам этого мира, Ну тогда, какая мы новая тварь? Значит мы хотим быть новой тварью, мечтаем, думаем, что мы новая тварь, но если живем по греховным принципам этого мира, значит не совсем. Нужно быть. Нужно быть таковыми. Исайя 32,8. Очень прекрасное место. Яркое. Прекрасное место. А чистый, а честный и мыслит о честном. И твердо стоит во всем, что честно. Честные мысли, честно. Когда ты имеешь ум Христов, просвещенный разум от Господа. У тебя есть понимание? Понимание, что честность это фундамент, это основа нравственного, морального поведения любого христианина. Потому что честный, он и мыслит честно. У него разум заточен на то, чтобы говорить и поступать честно. И он твердо стоит во всем, что честно. Заметьте, что для этого, чтобы быть честным, нужно быть убежденным, смелым и очень твердой личностью. Если вы легко идете на компромисс, значит, честность не для вас. Вам будет легко сдаться, пойти на поводу ради личной выгоды, ради различных греховных мотиваций. Ложь. Какая мотивация лжи? Вот почему люди врут? Мотивация лжи? Деньги, власть, превосходство. Желание заполучить что-то во имя личной выгоды. Как правило, человек врет именно поэтому. Потому что ему это выгодно, потому что у него личный интерес. И ради этого он готов пойти на преступление. На греховное, аморальное преступление. Ложь, она практически никогда не работает самостоятельно. У нее есть друзья, соратники, помощники. И первое из них это коварство, лицемерие, двуликость. И если человек поглощен ложью, никогда ложью просто все не заканчивается. Начинаются коварные планы, начинается какое-то греховное предвзятое отношение к другим людям, когда мы готовы пойти по головам, растоптать чью-то репутацию, потопить кого-то в наших репликах, высказываниях и разрушить чью-то личность в силу нашей неприязни. Когда мы готовы построить определенные ковы, плохо с большим осуждением относиться к людям, наговаривая того, чего нет, говоря ложь, этим провоцируя плохое мнение о человеке. Для того, чтобы унизить, посрамить, уничтожить даже временами какую-то данную личность. Вот что делает коварство. Когда написано, что говоря в беседе, мило улыбаются, так хорошо высказываются, но за этим строят оковы и потом ранят. Ранят очень больно. Почему это происходит? А потому что вы где-то кому-то перешли дорогу. И если кто-то не смог с этим смириться, не смог простить, если лживый и коварный человек с вами имеет дело, он будет пытаться вам навредить. Каким образом? Вот таким, как говорит нам Священное Писание. Ничего не нужно выдумывать. И Иеремия 9, 8. «Язык и их убийственная стрела, говорит коварно, устами своими, говорят с ближним своим, дружелюбно, а в сердце своем строят ему ковы. Неужели я не накажу их за это?» Говорит Господь. «Не отомстит ли душа моя такому народу, как этот?» Вот что собою представляет коварство. И когда человек говорит одно, впоследствии делает другое, а в сердце своем затевает злые ковы. «Ради того, чтобы унизить, посрамить, отомстить кому-то, чтобы доказать свою правоту, или же посчитаться с кем-то». Это очень страшно, когда мы хотим воздавать злом за зло. В этом есть коварство. Значит, нет прощения. Ложь всегда находится в содружестве с коварством. В этом есть опасность. Когда человек позволяет себе много врать, он становится опасным и очень коварным человеком. С такими лучше не пересекаться. А потому что можно очень сильно пострадать из-за различных сплетней, из-за пересудов, наговоров, какого-то личного, негативного, предвзятого отношения. И апостол Павел говорит, не думайте, что это все так скользко прошло сквозь церковь. Дьявол находит таковых людей в церкви. И вот это вот очень болезненно. И когда люди такие находятся в церкви, вся церковь страдает, потому что страдает, если один член выносит смуту, страдает все тело. Честность должна иметь способность верно распоряжаться правдой. Правда без мудрости можно наломать очень много дров. Есть убийственная правда, разглашение конфиденциальной информации, которая разрушает честь и достоинство человека. Не всегда правда является инструментом для того, чтобы, знаете, донести свою правоту. Правдой нужно умело и правильно пользоваться. Правда не должна стать инструментом зла для уничтожения личности. Правда должна созидать, она должна строить. Если наша правда, наша честность, она не созидает, она не строит, значит, это уже не есть честность. Могут быть какие-то личные, пагубные планы, которые стоят за этой правдой. И когда хан открыл наготу своего отца, он был нечестен, вышедший, сказавший, там лежит отец, пьяный, абсолютно голый, и похоже, он это сказал с определенной насмешкой. Это было правда. Отец именно, отец и был в таком состоянии. Но эта правда носила губительный характер. За эту правду отец проклял его. Хан получил проклятие за то, что открыл наготу своего отца. Его же братья, мы читаем, услышавшие это, поступили благочестиво, задом взяли покрывало, зашли в комнату отца и накрыли его тело, покрывши его срамоту. Правда. Как мы обходимся с ней, наше отношение с ней. Мы можем правдой принести очень много вреда, и мы можем правдой созидать и строить. Каким инструментом пользуемся мы? Писание указывает нам на очень шикарный пример из жизни Давида. Это 2 царств, 12 глава. Друзья мои, перечитайте этот весь текст дома. Вы поймете, какая трагедия в жизни Давида произошла, когда он находился на кровле своего дома, его войска были в сражении, и он похоже, просто был в хорошем настроении, наблюдательно рассматривал пейзажи и увидел Версавию, которая очень приглянулась ему. Это говорит о том, что не нужно питать иллюзией, что такие все идеальные люди. Мы грешные люди, дорогие мои, и Давид был тоже грешный человек. И Давид сам опомянуться не успел, как своими глазами прилип к этой женщине, как пришла страсть, злая, злая, греховная похоть пришла. И он не сумел совладать собой. Он проиграл в этой битве и говорит, царь, полномочия, власть, сила. Его слово выполняется беспрекословно. Что делает власть? И он пользуется этой греховной властью. Приведите мне Версавию. Привели Версавию. Он переспал с ней и якобы отпустил ее. Иди, дорогуша, домой. Все хорошо. Не волнуйся. Но Версавия присылает послание к Давиду. Давид, у меня есть киндер сюрприз. Не очень хороший. Я беременна. И Давид, вот это сюрприз. Что теперь делать? И начинается ложь и коварство. Давид понимает, что он не в очень хорошем положении и думает, нужно как-то вернуть Урию домой. Поскольку беременна совсем недавно, пущая муж вернется, переспит со своей женой, а там беременна, от кого беременна, так сказать, дело шито-крыто, пока никто не знает, значит тайной останется явным. Но не тут-то было. Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Нужно это помнить. Что же происходит дальше? Давид говорит, приведите мне Урию, разговаривает с ним и говорит, иди, дорогуша, домой, тебя там ждет жена, я тебе дам угощение с собой в дорожку, проведешь время с женой. Но Урия был благочестивым человеком. Он говорит, разве я могу пойти домой, когда войско все с Иоавом стоит в поле, когда все они под открытым небом, а я пойду спать со своей женой, пить, есть и веселиться, да не будет этого со мною. И не пошел. Давид думает, ну, крепкий орешек. Значит, попытка номер два. приведите Урию, привели. Напоил Урию. Но я удивлен, даже в пьяном состоянии, потому что он его напоил. Урия все равно не пошел домой. Остался ночевать и спать с войсками своего полководца Иава. Какая преданность, какая верность, какая честность. И когда Давид понял, что его план не сработал, приходит еще более коварный план. Он говорит, приведите мне Урию. Пишет письмо Иава. Мне нужно избавиться от этого человека. Он слишком большой проблемой для меня сейчас становится, не спрашивая почему и зачем. Просто выполни. Этого человека на передовую, да так, чтобы наверняка и точно он не вернулся живым. поскольку приказы не обсуждаются, а выполняются, Иава говорит, окей, слово царя закон. И этого смелого, решительного, честного, порядочного, благородного человека ставят на передовую. И лучники поражают его. Жена оплакивает своего мужа Урию, а Давид, как ни в чем не бывало, берет Версавию, рождается у них впоследствии сын, и казалось бы, дело шито-крето. Так все хорошо спланировал, так лукаво, коварно спроектировал свой убийственный план, и вроде бы все. Живи и радуйся, заполучил чего хотел, Версавия была красивая женщина, еще одна из многих тех, которые уже были у Давида. Но приходит человек Божий и говорит, послушай, Давид, у одного человека, они были в одном городе, было много скота, он был очень богатый, а у другого ничего не было, была одна овечка, и стой, он рос вместе, кормил ее со своих рук, она для него практически все, ну, как самое любимое домашнее животное. И этот богатый человек решил сделать угощение для странника, и вместо того, чтобы взять из своего стада, взял, отнял эту одну единственную драгоценную овечку, и решил из него приготовить угощение. Что ты думаешь по этому поводу? И Давид такой, да что тут думать, смертью повинен этот человек, о чем речь? Да его на кол посадить нужно. Речи здесь даже не может быть, должна восторжествовать справедливость. Друзья, когда я прочитал этот текст Священного Писания, честно, я аж внутри так что-то просто дрогнуло и сказал Нафан Давиду, ты тот человек. Так говорит Господь Бог Израилев, я помазал тебя в царя над Израилем и я избавил тебя от руки Саула и дал тебе дом Господина твоего и жен Господина твоего на луна твою и дал тебе дом Израилев и Иудин и если этого для тебя мало, прибавил бы тебе еще больше. Зачем ты пренебрег Слово Господа сделав злое пред очами его. Урию хитиянина ты поразил мечом жену его взял себе в жену а его ты убил мечом аммонетян нет ничего тайного что не сделалось бы явным все что мы пытаемся спрятать рано или поздно выйдет наружу воду невозможно упрятать в ненадежном месте она обязательно где-то найдет лазеечку и вытечет это правда вода как правда она обязательно найдет где-то лазеечку и вытечет и мы говорим Давид по сердцу Бога я его не осуждаю я не беру на себя никакую смелость говорить плохо о нем он человек Божий любящий Бога то что он упал не говорит о том что на нем Бог поставил крест мне нравится его реакция и сказал Давид Нафану согрешил я пред Господом этот момент истины когда его глаза просветлели когда он увидел всю пагубность содеянного и пришло раскаяние Господи что же я сделал и мы читаем 50 Псалом если я не ошибаюсь как слезно и горько он оплакивает этот грех перед перед Господом говоря какое зло он совершил позволил лжи коварству обману овладеть им а началом этого стала просто злая похоть похоть плоти похоть очей и закончилось так так трагично и Нафан говорит Бог являет над тобою огромную милость ты не умрешь ты будешь жить но за то что ты сделал близкий твой вот все жены которые у тебя есть он 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 переспит со всеми твоими женами сын который у тебя родится жить не будет и многое прочее другое и наказание дальше следовало за ним впоследствии Версавия родила ребенка он не прожил долго Давид печалился грустил молился постовал и написано ребенок умер друзья все что говорит Бог он выполняет он стоит за своим словом его божественное правосудие наказало грех Давид понес большой урон он оплакивал свой грех он с большим пониманием внутренним раскаянием впоследствии все это все это на собственной как говорится шкуре перенес всю тяжесть им соделанного греха Бог его простил Бог дал ему второй шанс и позволил ему дальше выполнять свои обязанности почему-то у нас временами находится эта смелость выносить свои вердикты ставить крест на чьей-то жизни на чьей-то судьбе думать все этот человек уже никогда не сможет восстановиться он никогда уже больше не сможет служить он никогда не будет хорошим порядочным человеком ему никогда в церкви не петь не проповедовать не молиться да я вообще руки свои не готов подать ему больше это не есть библейское учение Бог дал второй шанс для Давида Анафан показал невероятный мастер-класс душепопечительства он не пошел разносить о люди к вам есть слово я знаю грешок за Давидом это шанс теперь его свергнуть с престола он оказался нечестным он оказался непорядочным человеком он убил невинного человека смерти повинен долой такую власть если бы Анафан призвал бы именно так бы и было бы но он не стал выносить он не стал трубить он пришел цель же увещевания любовь от чистого сердца он пришел с добрым сердцем и он сказал Давид грозное слово у меня есть но Бог тебя прощает сделай выводы покайся не делай больше таких же ошибок и на этом все заканчивается на карьере Давида не был поставлен крест вот это вот очень очень важно для нас понимать и осознавать давайте друзья никогда ничего негативного не говорить о церкви о служителях о лидерах церкви нам кажется что мы просто выражаем свое мнение и мы так критикуем нынешнюю власть критикуем что происходит мы берем на себя смелость судить если мы не хотим быть судимыми то не судите да не судимы будете если если мы хотим используя якобы правду потому что есть правда дорогие если вы хотите что-то найти против меня вы найдете я найду против вас мы можем этой правдой друг друга резать колоть давить пытаться унизить посрамить просто разрушить чью-то жизнь чью-то карьеру чье-то служение если наша правда не созидает не строит не является благословением не нужно ее использовать как инструмент зла нельзя использовать правду как инструмент зла вы что-то услышали нехорошее и вы и вы начинаете трубить всем я слышал тут брат леонид у него там брат виктор о если бы вы знали что брат виктор сделал как он думал как он говорил или там виталик о я многое что знаю я мог бы сказать и мы начинаем мыть полоскать друг друга кости вычищать разбираться в чужом как говорится белье думаю что мы такие хорошие и правильные но если бы цель была бы к устройству но цель к тому чтобы просто унизить человека разрушить его честь и достоинство если мы правдой хотим разрушить чью-то честь и достоинство это не есть честность это есть лукавство это есть греховное коварство которое стоит за этим мы должны созидать и строить для того чтобы дело Божие устроялось не используя вот эти вот запретные приемы чтобы кому-то причинить какие-то душевные страдания чтобы кому-то поставить просто палки в колеса если мы не согласны с чем-то то это не повод для нас говорить плохо с насмешкой говорить негативно высказывать публично свою критику ради того чтобы чтобы доставить какие-то болезненные чувства для для данного человека честность должна быть в наших личных отношениях со всеми честность в браке честность в супружестве это ненормально когда муж врет жене когда жена врет мужу когда нет доверительных отношений когда доходы люди начинают где-то прятать по карманам и использовать в личных целях и между ними нет соответствующего доверия и просто на фоне финансов начинается открытая ложь писание подводит нас к тому что да не будет между нами всего этого там где нет доверия нет будущего ложь она губит любые отношения если отношения в семье натянуты а мы начинаем скажем полоскать нашего мужа нашу жену плохо о ней высказываться говорить разные гадости скажем говорить даже порою это правда но говорить очень плохую правду о наших близких мы загубим и испортим и так очень хлипкие отношения если правда не носит вот этот благородный характер если правда не носит цели созидать и строить значит нужно молиться и просить у Господа мудрости чтобы Бог дал нам мудрость использовать правду так как этого требует Писание я хочу вас призвать к молитве пусть Бог благословит нас быть честными и всегда помнить что ложь является продуктом простой нравственной трусости трусы говорят ложь потому что они в состоянии сказать правду силы не достает давайте найдем в себе смелость говорить открыто говорить честно говорить по существу брать ответственность за свои дела и поступки и делать так как говорит Писание но да будет у вас да да и нет нет а что сверх того то от лукавого аминь аллилуйя хвала тебя Господь да аминь